Это пароконвектомат. Здесь мы готовим паровые котлеты, жареный картофель. Мы можем просто на пару сделать и можем зажарить в этом шкафу. Все блюда маленькие клиенты получают с пылу с жару. В образовательном центре налажен весь цикл производства – от нарезки продуктов до подачи на стол. За день столовую посещают больше тысячи ребят, причем цены для школьников довольно демократичные. За полноценный обед придется отдать меньше 100 рублей. Ланч будет стоить, если первое – рубля 22, и второе – 50 рублей. То есть даже в 100 рублей ребенок уже с булочкой. То есть еще и булочку можно и чай купить. У ребят есть даже система подогрева тарелок, которой нет ни в одной школе. Новейшим оборудованием повара похвастались областным парламентарием. В ходе выездного совещания депутаты ЗАГСобрания проверили, как в образовательных учреждениях реализуется программа горячего питания. Меню ревизоры остались довольны. Вредных гамбургеров здесь не найти. Зато есть диетические блюда. Да и с оплатой обедов у школьников проблем возникнуть не должно. Родители практически с 5-6 класса для своей рабочей карты банки выдают. И дети очень активно этим пользуются. Поэтому терминалы инвестбанка. То есть с простой банковской картой ребенок сможет. Всего в Челябинской области горячим питанием обеспечены практически 90% школьников. Среди младших классов эта цифра достигает почти 100%. Малоимущим и детям с ОВЗ обеды обеспечивают за счет средств из бюджета. В этом году на организацию питания школьникам с ограниченными возможностями здоровья выделили больше 130 миллионов рублей. И размер зависит от количества времени прибывания детей в образовательной организации и от возраста. И цена составляет от 60 с небольшим рублей до 140 рублей в день. На питание учеников начальных классов в 2022 году в бюджете также предусмотрели 2 миллиарда. Как отметили депутаты, за организацию школьных обедов образовательному центру можно поставить пятерку. Но на отлично тянут далеко не все учреждения. Есть у нас вопросы именно к тем образовательным учреждениям, которые уже 80-90 лет существуют. Да, есть какие-то моменты, но они не носят системный характер. Если такое обращение поступает именно к нам в законодательное собрание, мы сразу реагируем. Депутаты областного парламента продолжат регулярные проверки школ в течение учебного года. А контролем вопросов организации питания будет заниматься специальная рабочая группа. Евгения Марунова, Наталья Петрухина, Роман Поротиков, 31 канал.